Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Елена и канал Косметическая Кухня Бьюр, на котором мы учим вас готовить правильную косметику своими руками. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами рецептом средства для снятия макияжа, которое уже неоднократно готовила своей дочери-подростку. Смывка убирает следы любой косметики, будь то тушь, помада или водостойкий карандаш для губ. И это я продемонстрирую в конце видео урока. А сейчас хотела напомнить, что ваш лайк и комментарий – это лучший знак благодарности за проделанный нами труд. А теперь я с радостью приступаю к приготовлению 50 граммов кремового средства для снятия макияжа, которое, как и любой крем на эмульгаторе, будет состоять из жирной, водной и активной фазы. Все компоненты для приготовления вы можете купить в магазине Бьюр с доставкой как по Украине, так и в другие страны мира. Первой я готовлю жирную фазу. Для этого беру маленький простерилизованный стаканчик и в него добавляю легкий натуральный летучий эмолен CETIOL RLF в количестве 8% или 4 грамма, а также масло рисовых отрубей 2% или 1 грамм. К ним я добавлю эмульгатором Монтанов 68 3% или 1,5 грамма, а также антиоксидант для жирной фазы и для кожи витамин Е 1% или 0,5 грамма. Такой состав жирной фазы обеспечивает отличные смывающие свойства. А 3% эмульгатора Монтанов 68 дают эмульсию средней вязкости, которую также можно отнести к молочку, ближе к молочку, нежели к крему. На этом приготовление жирной фазы закончилось. Я беру стаканчик, которым заранее отмерено необходимое мне количество воды, а именно 77,7% и примерно 3-4 грамма я отолью в маленький естественно простерилизованный стаканчик для разведения активов, которые нежелательно греть. А в оставшуюся воду я введу загуститель коньяк Монан 0,1% или 0,05 граммов. Размешаю его с помощью мини-миксера в воде и затем отправлю жирную и водную фазы на водяную баню до прогревания до температуры около 75 градусов Цельсия. А тем временем я приготовлю активную фазу, в которую у меня входит 3% или 1,5 грамма натурального увлажняющего компонента бетаин, 1% или 0,5 грамма пребиотика биолин, а также 0,2% или 0,1 грамма концентрированного порошка алоэ вера. Все эти компоненты я размешиваю в воде с помощью мини-миксера до их полного растворения. А затем я ввожу крутейший аминокислотный анионный паф японского производства под названием Omisoft CS22. И ввожу я его 2% или 1 грамм. Все анионы поверхностно-активные вещества дают шикарное очищение кожи и пенообразование. Но именно Omisoft CS22 гипоаллергенен, разрешен для применения на чувствительной кожи, имеет растительное происхождение и в средствах для очищения лица, и особенно глаз ему нет равных. И добавление этого паф придает нашему средству те самые очищающие от косметики свойства. Далее, возвращаясь к уже прогретым фазам, где эмульгатор мантанов расплавился в маслах и эмалентах, а загуститель коньяк Манан образовал легкий однородный гель, я вливаю жирную фазу, в водную фазу, затем начинаю размешивание ложечкой для соединения фаз, а потом продолжу размешивание мини-миссером на протяжении нескольких минут. И после этого я снова вернусь к ложечке и буду размешивать эмульсию, пока она не остынет до температуры около 40 градусов Цельсия. После того, как эмульсия остыла до необходимой мне температуры, я введу консервант Nippogard SCE в количестве 1,5% или 0,75 граммов, а также подготовленную активную фазу. Но мой стакан пустой, консервант я не буду капать в эмульсию, я уже это все проделала, но, к сожалению, камера была выключена и в данный момент мы не сняли. Но проговорю, что мы вводим консервант и размешиваем его в эмульсии. Когда он в эмульсии размешается, мы вводим активную фазу, снова его размешиваем, затем мы берем мини-миксер. Несколько минут с помощью мини-миксера я буду все размешивать для того, чтобы активные компоненты и консерванты наверняка мешались в эту эмульсию. Затем я возьму палочку и продолжу размешивание уже с помощью палочки до полного остывания. Уточню, что размешивание мини-миксером на протяжении длительного времени нежелательно, потому что вы можете перевзбить эмульсию и у вас будет не гладкое молочком, а завоздушенное суфле. Затем последним этапом приготовления смывки для макияжа будет корректировка pH эмульсии. В среднем я корректирую такие средства до уровня pH от 5,5 до 6. Сейчас вы можете увидеть, что эмульсия на мантанов достаточно жидкая. В течение суток она будет загустевать и ее вязкость будет увеличиваться. Но вы не получите плотный крем, поэтому для хранения такого средства для снятия макияжа лучше всего использовать флакончик с дозатором или мягкий флакон с флип-топом. Сейчас на моей руки нанесены тушь для глаз, красная помада, а также достаточно плотный водостойкий карандаш для бровей. Я выдавливаю на спонжик немного нашего новоиспеченного средства. Смотрите, как легко оно смывает декоративную косметику. Но при этом, благодаря невысокому количеству масла и использованию очень легкого эмолента в составе, средство не оставляет ощущение жирности и тяжести на коже. Напомните, что такое средство для снятия макияжа все-таки содержит поверхностно-активное вещество, поэтому после применения демакияжа необходимо очищать кожу с помощью пенки или средства для умывания. На этом приготовление закончилось. Не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, если вы еще не с нами. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok